Привет, друзья! Лето продолжается, а вместе с ним серия простых летних рецептов. Ну, даже не рецептов, а вкусных идей. Начинаем сегодня с закуски. Поехали! Эти завертыши, да, это странное название, я когда-то придумал, но оно само собой появилось из технологии приготовления. Так вот, завертыши просто идеальный вариант быстрой закуски, когда совсем не хочется долго торчать на кухне, у плиты, у духовки, а нужно быстро что-нибудь сообразить, например, к приходу гостей. Все делается очень просто. Берем лист слоеного теста. Я обычно использую обычное бездрожжевое. Раскатываем его, немного смазываем оливковым маслом, и вот тут начинаем фантазировать. Чаще всего в качестве начинки я использую мелкопорубленные каперсы, распределяем их полностью по всему тесту, мелкопорубленные оливки, мне больше нравятся зеленые, также равномерно их распределяем по всей поверхности теста. Можно посолить, поперчить, можно добавить какие-нибудь ароматные травки, например, тимьян. В дело могут пойти вяленые или сушеные томаты, анчоусы, какие-то сушеные травы, можно добавлять даже сыр. В общем, подключайте фантазию. Нарезаем тесто небольшими прямоугольниками и начинаем его произвольно, я бы даже сказал, хаотично сворачивать. Вот именно поэтому они и называются завертыши. Можно было бы, конечно, заморочиться и навертеть какие-нибудь улитки, ушки, панье, но мне нравится больше так, вертеть и особо не париться. В результате получается очень даже художественно, аппетитно и по-домашнему. Выкладываем малышей на противень, застеленный бумагой или силиконом, взбиваем яйцо, смазываем завертыши сверху и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 15. Они должны подрумяниться, подняться, но не пригореть. Такие маленькие, забавные, я бы даже сказал, веселые завертыши, просто идеальны к белому, розовому вину, но можно и просто с лимонадом. Главное, чтобы вам было вкусно. Теперь блюдо основное. Летом, когда совсем нет времени, ну и прямо скажем желания, на моей кухне действует правило «все с тунцом». Это обычно рис, гречка и, наконец, паста. Первым делом ставим отвариваться пасту в подсоленной воде на время, указанное на упаковке, в зависимости от вида пасты. Форму можете брать любую, я чаще всего использую фузили, спиральки-завитки. В это же время в сковороде разогреваем оливковое масло. Если используете тунец в масле, можете брать именно это масло из банки. Разогрев масло, добавляем в него мелко-мелко порезанный лук. Я чаще всего использую шалот. И пассеруем его в масле до полупрозрачности. Буквально минуты три перемешивая, чтобы лук не подгорел. Добавляем тунец, разминаем его прямо в сковороде и обжариваем немного вместе с луком. Затем добавляем зеленый шпинат. Лучше использовать мелкий и молодой. Хорошо перемешиваем. Шпинат быстро обмякнет и на его приготовление совсем не требуется много времени. Буквально минута-две. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. И вот тут уже настанет время добавить отваренную пасту. Слив с нее предварительно воду, разумеется. Все хорошо перемешиваем. Минуту-две обжариваем вместе. Готово! Получаются почти макароны по-флотски. Только полезнее и, на мой взгляд, еще вкуснее. По желанию уже в тарелке можно посыпать пасту тертым сыром. В идеале, конечно, пармезаном. Ну, а так вообще используйте тот, что найдете в холодильнике. Кстати, на канале уже есть видеорецепт риса с тунцом. Блюдо не менее популярного летом на моем столе. Ссылку найдете под видео. А на десерт сегодня Клафути. Французский пирог запеканка с черешней или вишней. Те, кто уже давно подписан на канал Кукин Тайм, этот рецепт хорошо знают, а многие даже не раз готовили. Но повторить будет не лишним, тем более, что это очень вкусно, а сезон черешни в самом разгаре. Форму или формы для выпекания смазываем маслом. Можно использовать одну большую, а можно готовить десерт порционно. Черешню или вишню хорошо промываем и тщательно высушиваем бумажным полотенцем. С черешней десерт получается послаще, с вишней само собой покислее. У черешни отрываем плодоножки и отправляем их в формочки. И вот тут предчувствую много вопросов. А черешня прямо с косточкой, а так ее потом есть? Да, традиционно Клафути готовят с черешней или с вишней именно с косточками. И ничто не мешает ее потом выплевывать. Французы как-то справляются, значит и мы можем. Но если косточка вам так сильно не нравится, просто ее удалите, без лишних вопросов. Тесто готовится буквально на раз-два. Просто необходимо смешать все ингредиенты до полной однородности с помощью миксера или венчика. Никаких комочков в тесте быть не должно. Само оно по консистенции очень похоже на блинное. Заливаем тестом черешню. Она должна в нем утопать. Если что, помогите ей ложкой или лопаткой. И отправляем Клафути в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов. Выпекается Клафути около 35-45 минут в зависимости от размера форм. Опять же, следите, чтобы подрумянилось, но не подгорело. Достав из духовки, даем немного остыть и присыпаем сахарной пудрой. Лучше всего есть Клафути еще теплым. Так гораздо вкуснее. Для большего удовольствия можно дополнить шариком ванильного мороженого, например. Вместо черешни или вишни для приготовления этого десерта можно использовать абрикосы, персики, сливы, голубику. В общем, любые ягоды и фрукты, которые не будут давать слишком много сока. Иначе это тесто, которое в результате больше похоже на пудинг, запеканку, останется слишком жидким. Внутри совсем не пропечется. Именно по этой причине не рекомендуется использовать замороженные ягоды и фрукты. Ну вообще-то лето на дворе. Кто же использует замороженное-то? Вот такие простые рецепты, вкусные радости, которые не отнимут у вас ни силы, ни времени. Кстати, и в блоге, и на канале есть еще очень много разнообразных летних рецептов. Полистайте на досуге. А также не забывайте в комментариях делиться своими. Подробное описание рецептов всегда можно найти в том же блоге. Все ссылки всегда под видео. Там же списки ингредиентов. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока. А еще я тут подумал, что-то мы совсем перестали танцевать. Нужно срочно это исправлять. Лето все-таки. Поехали!